Нарва Иису и Нарва Веси достигли договоренности по поводу реновации водоканализационной системы Нарва Иису. О предыстории этого проекта нам рассказал председатель городского собрания Михаил Станухин. Специалисты знают, что Нарва Веси, осуществляя уже третий по счету крупный проект на европейские деньги, всегда предполагал возможность сотрудничества с Нарва Иису. И вопрос ставился неоднократно о том, чтобы в рамках тех больших проектов, которые осуществляются в Нарве, можно было бы там, где работает Нарва Веси, слегка продолжить и осуществить проект еще и в Нарва Иису. А получилось так, что весной этого года, где-то в апреле, я читал отчет Министерства окружающей среды о проделанной работе, то есть какие самоуправления подали проекты, где будут происходить работы в ближайшие несколько лет. И там было перечислено три эстонских самоуправления, которые единственные не подали никаких проектов на европейские деньги. И я, в общем, увидел в этом списке и Нарва Иису. А уже сейчас известно, что если не освоить европейские деньги, если не привести водоканализационную сеть в порядок, если она не будет соответствовать европейским нормам, это огромнейшие штрафы. А штрафы могут косвенно затронуть и наше предприятие муниципальное, Нарва Веси. Поэтому я обратился к председателю городского собрания Нарва Иису. Вопрос должен решаться на высшем уровне в этом городе, естественно. Предложил встретиться, поговорить. И мы несколько раз встречались здесь и у него, в Нарва Иису. И мне удалось объяснить всю серьезность проблемы. Что это не пустое запугивание, что дело может кончиться банкротством всего города. 20 тысяч евро в день штраф. Это нормально для Евросоюза за невыполнение каких-то нормативных актов. Но это абсолютно ненормально для такого города, как Нарва Иису, с его маленьким совсем бюджетом. В результате в Нарва Иису было собрано заседание городского собрания, куда пригласили опять-таки меня, Алексея Воронова, члена правления Нарва Веси. И мы им объяснили в мае месяце всю сложность ситуации, в которую они попадают. Нарва Веси и, я так понимаю, просто титаническими усилиями, потому что такие проекты так быстро сделать, это вообще как-то нереально смотрится. Но за 4 месяца они проект для подачи подготовили. И они его успевают подать за несколько дней до того, как фонды закрываются. Европейские деньги больше заявки на эти европейские деньги не принимаются. Так что вот такая вот предыстория всего, что происходило и будет еще происходить с водоканализационной системой Нарва Иису. Председатель совета Нарва Веси Александр Ефимов рассказал, какова коммерческая ценность этого проекта и в каком состоянии находится водоканализационная сеть Нарва Иису. Конечно, Нарва Веси – это коммерческое предприятие. Основной целью является зарабатывание прибыли. И, в общем-то, единственную целью. Но в данном проекте Нарва Веси участвует не для того, чтобы извлечь какую-то прибыль. То есть надо вложить 15 миллионов, это доля финансирования Нарва Веси, в город численностью порядка 3 тысяч населения. То есть через какое-то время, наверное, эти деньги и вернутся. Но цель не эта. И не тем более заработать прибыль. А цель – изменить ситуацию. Дело в том, что водоканализационное хозяйство Ус-Нарвы в достаточно плачевном состоянии. Вот водопровод, общая длина 27 километров. Значит, 83% было построено в 1961 году. Канализация Ус-Нарвы – порядка 15 километров. Строительство некоторых участков было сделано в 1970 году. Причем к канализации подключено не все жители города, а порядка 63% только жителей. То есть вот эту ситуацию нужно менять. Нужно инвестировать крупные средства для того, чтобы улучшить качество и сетей водоканализационных, а соответственно улучшить качество воды. Потому что вода, которую сейчас потребляют жители Ус-Нарвы, она не отвечает всем необходимым требованиям. Вот как раз таки из-за износившегося оборудования, из-за трубопроводов, из-за насосов, фильтров и станций очистки, которые там есть на колодцах и на скважинах. Поэтому вот это нужно менять. Честно говоря, процент инфильтрации и 68% канализации – это, конечно… Очень большие утечки. 68% канализации уходит из труб прямо в почву. Это, конечно, жуткая ситуация. Очень большие утечки и в канализации, и очень большие потери водопроводов. Потому что достаточно старый водопровод, что-то мы говорим, сделан. Сколько водопроводов? Около 50 лет некоторые участки есть. На ней металлические, коррозия и все такое. Стратегические, так сказать, водоводы, все в Нарве в рамках проекта ИСПО-2, они поменены, ну, я помню, где-то порядка 90%. В рамках третьего проекта, который начнется, реализация его начнется в следующем году, будут заменены все остальные трубы того требующие. Но в целом ситуация уже соответствует тем нормативам, которыми мы должны будем руководствоваться через несколько лет. Общий размер проекта составляет около 120 миллионов крон, откуда планируется поступление средств для его осуществления. Проект предусматривает получение помощи Евросоюза, это свыше 90 миллионов крон, и чуть больше 30 миллионов крон распределяться в равных долях между УСНарвой и Нарвовеси. То есть чуть больше 15 миллионов крон инвестируют в Нарвовеси, и также чуть больше 15 миллионов крон инвестируют в город УСНарвов. А заинтересованы ли жители города Нарвы проектом реновации водоканализационной системы Нарва и ИСУ? Ну, как бы подорожавшие тарифы нам не нужны. И даже, наверное, Нарва и ИСУ тоже не нужны. А хорошая система нужна. Как сказать, я живу вообще не в Нарве сейчас, то есть для меня, прямо это меня не касается. Но, естественно, мои родственники, у которых доходы маленькие, для них это будет сложно. Но если есть возможность повысить доходы, конечно, мне кажется, нужно все улучшать. И развитие – это всегда хорошо. Если же на проект можно получить какую-то инвестицию извне, то есть не нужно с потребителя эти деньги требовать, то есть мне кажется, это будет еще лучше. Последние годы показали, что все вопросы, связанные с водой, с канализацией, с осуществлением каких-то проектов, вызывают всегда живой интерес. Я считаю, что, да, несмотря на то, что городскому собранию здесь не предстоит голосование, здесь не предстоит принимать каких-то решений за или против, это будет просто обсуждение, но оно будет публичным, это обсуждение. Оно транслируется в сеть, оно остается в записях на пленке, оно происходит в присутствии обычно примерно 10 журналистов и тех, кто хочет в этом принимать участие. Это очень существенный момент, чтобы не создавалось впечатление, что какие-то вещи делаются то ли в тайне, то ли там какие-то договоренности и так далее. У нас в городе это очень существенный момент. Все такие вопросы я, как правило, стараюсь проводить публично. Это во-первых. Во-вторых, я послал приглашение председателю горсобрания и мэру Нарвоесу, в общем-то, у нас очень плохой опыт сотрудничества был до сих пор. Есть несколько проектов, которые мы разрабатывали на проектирование, на составление каких-то уже строительных чертежей, тратили деньги, а потом выяснялось, что город Нарвоесу отказывается от участия в проекте, не хочет даже минимальную какую-то долю финансировать, считает для себя это неинтересным. Мне кажется, что было бы уместно выслушать их, их точку зрения и получить заверение в том, что они будут честно выполнять свои обязательства. Ну, правда, по договору, который готовится, у них иной возможности и нет, но пусть это произойдет публично, пусть это будет с самого начала абсолютно точно в плане подачи информации. Александр Ефимов заверил нас, что нарвские жители не почувствуют на себе столь крупной инвестиции Нарво-Весе. Тарифы же в Нарво-ИСу неизбежно вырастут. На тарифы на воду и на канализацию в Нарве это никак не отразится, потому что это проект пусть Нарвы и составлен он только для Уснарвы. Поэтому нарвские жители на себе никак не ощутят вот такие крупные инвестиции в водопроводительное хозяйство Уснарвы. Но в Уснарве, безусловно, будет неизбежен рост тарифов, причем рост тарифов – это одна из составляющих вот этого проекта. Это все было высчитано, вычислено, какой должен быть тариф, какие сроки он должен увеличиваться, насколько он должен увеличиваться с тем, чтобы можно было реализовать этот проект, и с тем, чтобы Уснарва могла покрыть кредит, который возьмет для реализации этого проекта. Поэтому тариф у них вырастет. Когда Нарва занимается обсуждением тарифов на воду и на канализацию, в тех данных, которые выносятся, нет никакого упоминания Уснарвы, просто потому что системы у нас практически раздельные. И мы свой тариф считаем отдельным. Поэтому тот проект, доля софинансирования не города Нарва, а акционерного общества Нарва Веси, он нацелен именно на НарвоЕСу. То есть там тариф в соответствии с европейскими правилами будет просчитан, ну, Нарва Веси сейчас просчитан где-то на 30 лет вперед тариф. У них будет точно так же, и именно из денег вот этих, которые поступают от тарифов, будет возвращаться этот кредит, который возьмет Нарво Веси. Для города НарвоЕСу, естественно, тариф вырастет. Он вырастет достаточно сильно, но специалисты, которые занимались этим проектом, четко показали своими расчетами, что если этот проект не осуществлять, то помимо европейских штрафов, есть еще опасность того, что все равно эти ремонты придется делать за счет города, и тогда тариф будет трехзначным. То есть за несколько лет он может спокойно перешагнуть через 100 крон за кубометр. При повышении тарифов фонд будет давать какое-то финансирование этого проекта? В проекте участвует наше предприятие. Оно, взятый кредит, будет возвращать через тарифы, и оно их вернет. Тут сомнений никаких нет. Но в определенном смысле наше благожелательное к этому отношение, то, о чем я говорил вначале, многие из нас еще помнят то время, когда Нарва и Усть-Нарва представляли из себя нечто целое. Это был один город. И у нас там у всех есть какие-то связи, и многие так и не смирились с тем, что нас разделили. В общем, суть дела в том, что в данной ситуации мы можем оказать помощь через свое муниципальное предприятие, и надо воспринимать это именно так. Это добавит работы нашему муниципальному предприятию. Ну, во-первых, есть все гарантии того, что это окупится, и именно поэтому так интенсивно работали все, кто были заняты в подготовке проекта. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!